Изменения в выборном законодательстве и актуальные тренды развития избирательных систем обсуждали на конференции, приуроченной к 30-летию Центральной избирательной комиссии Казахстана. В списке участников делегации иностранных государств и международных организаций. Подробнее в материале Алишера Нагипова. К Центральной избирательной комиссии Казахстана сегодня приковано особое внимание. На этот раз интерес связан не с выборами, а юбилеем государственного органа. 30 лет назад Центр избирком страны начал свою работу. В честь юбилейной даты в столице прошла Международная научно-практическая конференция. В ней приняли участие представители международных организаций, а также главы ЦИК иностранных государств. Главная задача собравшихся заключалась в обмене опытом и лучшими практиками. Например, соседний Узбекистан активно интересуется нашими цифровыми технологиями. IT-технологии в Казахстане начали широко внедряться. И перед ЦИКом Республики Узбекистан стоит такая же задача – внедрение новых технологий. Это требование современной современности. Наши избиратели на сегодняшний день должны создать максимум удобства, чтобы они свободно, открыто и в волеизъявлении, конституционные права использовали в всех этих политических мероприятиях. Избирательная система Казахстана постоянно совершенствуется и всегда готова пройти проверку на прочность, отметил секретарь Центр избиркома Мухтар Ерман. По его словам, наглядно это показали последние выборы. В течение буквально одного года, если брать время, были проведены важнейшие кампании. Это выборы президента страны, выборы депутатов Сената, депутатов Мажелиса, Маслехатов. И вот совсем недавно мы впервые провели прямые выборы Акимов районов. Еженедельно проходят выборы Акимов сельских органов. То есть избирательная система страны на марше, она работает сейчас в постоянном профессиональном режиме. По мнению первого заместителя генерального секретаря СНГ, огромная заслуга в этом принадлежит Центр избиркома нашей республики. Обращаясь к участникам конференции, Леонид Анфимов отметил, что в Казахстане сформирована отвечающая международным нормам избирательная система, которая предоставляет каждому гражданину страны право выразить свою волю. 17 миссий наблюдений мы провели за этот 30-летний период, с момента образования Центральной избирательной комиссии Казахстана. И скажу, что у нас не было никогда каких-то нареканий по поводу нарушения законодательства или несоответствия международным требованиям, международным нормам избирательной системы Казахстана. Все проходило на достаточно высоком организационном уровне. И мы работали в тесном контакте с членами избирательной комиссии, с местными наблюдателями. В рамках конференции председатель ЦИК Казахстана подписал меморандумы о сотрудничестве с главами центральных избирательных органов Армении, Турции и Узбекистана. Открывая первую сессию об эволюции выборного законодательства в контексте конституционной реформы, Нурлан Абдиров отметил, что с момента основания центр избиркома неразрывно связан с историей становления нашей республики, непосредственно участвуя в формировании легитимных институтов государственной власти. Являясь активным членом многих авторитетных международных организаций, Казахстан придерживается всех принятых на себя обязательств по проведению свободных и конкурентных выборов. Фундаментальные новшества выборного законодательства напрямую связаны с конституционной реформой президента Касымшу Марта Токаева. Всенародно поддержанные на республиканском референдуме 5 июня 2022 года стали точкой отсчета для новой эпохи общественных отношений, изменив всю конфигурацию политической системы и оказав трансформационное воздействие на избирательное пространство. Фокус сделан на расширении участия граждан в управлении государством посредством электоральных процессов. Глава ЦИК также акцентировал внимание на стратегических перспективах дальнейшего развития комиссии. Завершилась конференция дискуссиями практиков и экспертов в области выборов электорального права.